Золотые медалисты Олимпиады в Рио оказались среди тех, кто разбил дикий палаточный лагерь на окраине Парижа. Говорят, что приехали посмотреть игры, но хотели сэкономить. Бывшая немецкая футболистка Жозефина Хенинг, которая выиграла золото в 2016 году, приехала с тремя своими друзьями. Они нашли место в Булонском лесу на западе Парижа с помощью приложения для парковки кемперов, пока за проживание не заплатили ни цента. «Есть один способ – это автодом. В отель нас затащить не получится». Её друзья – олимпийская чемпионка 2016 года Табиа Кэме, бывший дзюдоист Макс Стиллер и футболистка Жозефина Шланке. Вместе они посещают спортивные мероприятия, а также ходят в места, где транслируют матчи и состязания. Они также обмениваются советами с другими кемперами, например, как получить бесплатные круассаны. «Мне нравится чувство свободы, а ещё экономишь деньги». Средняя стоимость проживания в парижских отелях во время Олимпиады составляет 218 евро за ночь. При этом в первые выходные августа отели были заполнены на 90%. А жители кемпинга в целом заплатили за поездку по 1500 евро. Большая часть этой суммы ушла на билеты. Но кемпинг в Булонском лесу всё же не очень безопасный, так как машины друзей недавно обворовали. А это француз Патрик Майяр. Он приехал на игры, чтобы работать водителем на Олимпиаде в качестве волонтёра. Так как ему не платят, он тоже пытается сэкономить. «Я изучил цены в отелях, цены на комнаты и квартиры в Airbnb, всевозможные варианты размещения. Но когда собираешься жить там 30 дней, то понимаешь, что всё это не вариант». Патрик выполняет свою волонтёрскую миссию уже 15 дней. Субтитры создавал DimaTorzok